Книга «Открытым оком», том 26. Тема «Потеряевка». Вопрос 3795. «Что можно и что нужно сделать, чтобы опыт восстановления поселения, как поселка Потеряевки, был расширен, и чтобы не 10 дворов было, а как можно больше?» – отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Мы такой задачи не ставили, чтобы было больше народа. И устав деревни говорит о том, чтобы строилось все на христианских заповедях и на старинных православных благочестивых обычаях. Мы по сей день не знаем, что для нас лучше. Сколько есть, хватит, или как?» «Потень не он просит, его лишь песок раскаленный заносит, да коршун хохлатый степной нелюдим добычу терзает и щиплет над ним». 1839. «Михаил Юрьевич Гермонтов». «Назвать наш опыт удачным вряд ли можно, потому что мы очень сильно просчитались, когда рассчитывали на помощь родных. Но вот поселятся свои и будет так, как задумано. Но родные-то и оказались самыми лютыми и непримиримыми врагами, главными разрушителями устава, соединились с погаными, а потом сбежали. «Один в деревне пьяница, и он родной брат, и уже столько позора от него перетерпели, и ничего не сделаешь, только молимся, ждем от Бога милости и избавления от недругов. В деревне быть — это же такое удовольствие!» «Поры той желанной я жду, не дождусь, как с городом тесным и шумным прощусь. В деревню еду, и счастье земное познаю в труде и в разумном покое. Спаси тогда, Боже, от всякой беды, от ранних морозов, от полной воды, от бури, червя, градов детья, безводия, и сад мой, и ниву, и все те угодья, что видит с холма мой заботливый взор, где ходят саха, и коса, и топор. «Избави меня от житейского ссора, от мелких страстей, от тщеславного взора, если для умных, свободных бесед, для чувств изваяния разведают след к приюту пустынному друг или подруга с востока и запада, с севера и с юга границы усадьбы моей охрани, от близких соседей отдай ей родни». 1857 год. «Жемчужников». В деревню приедешь, и радость нет конца. Там даже молиться можно под звездным небом. Кто-то эти слова сразу же будет опровергать. Но не я же один так мыслю. Проходить по травушке босыми ногами, разве это из книжек только? «Здравствуй, Родина-Мать, убаюкай, согрей, оживи меня лаской святою, лаской глуби лесной, лаской темных ночей, лаской синих небес и безбрежных полей, соловьинною песню живою. Дай поплакать хоть раз далеко от людей, не боясь их насмешки жестокой, отдохнуть на груди, на зеленой твоей, позабыть о загубленной жизни моей, полной муки и грусти глубокой». В 1878 год. Семен Натсон. В деревню более приближен к природе, и смерть воспринимаешь более смысленно, хотя и как, неестественное, но обязательное. «Исчезнет мир в тот самый час, когда исчезну я, как он угас для ваших глаз, ушедшие друзья, не станет солнца и луны, поблекнут все цветы, не будет даже тишины. Не станет темноты, нет, будет мир существовать, и пусть меня в нем нет, но я успел весь мир обнять. Все миллионы лет я думал, чувствовал, я жил, и все, что мог, постичь, и этим право заслужил на свой бессмертный миг», — Самуил Яковлевич Маршаб. «Расширить опыт строительства поселения насильственно невозможно, и хотя большая часть страны желали бы быть в деревне, но это практически невозможно. До сего дня человек хотя бы какой-то уголок имеет, а тут на голую кочку высаживаться придется. Но даже и не в этом главная суть, а в искреннем желании воспитать детей вдали от разврата мира сего. Желание жить среди иноверцев, каждый день почитая за великое счастье, где гваздаться, не гваздаться в городском растлении. Когда томительное злое берет раздумья меня, когда на дерево гнилое все распадается святое, чему так долго верил я, Когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь, и содрогается печально душа без сил, безукоризм, Когда, подумая, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым жаром ничья душа не загорит. Когда ни в ком не ожидания, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, Когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, Стремятся жадно к Богу битвы, к живому Богу моему. 1843 год Иван Сергеевич Тургенев Левитов 20.24 И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, Который отделил вас от всех народов. Исайя 3.10 Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет искушать плоды дел своих. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok